Впервые в Черкесске открылся военный учебный центр. Новые возможности для желающих освоить воинские специальности с получением диплома и военного билета. Какая историческая личность ближе по духу главе республики Рашид Тимрезов в открытом диалоге обсудил с лидерами движения первых. В военкомате республики группа молодых людей заключила договор на военную службу по контракту. Какие условия для единовременной выплаты целей и задачи. Надбавка к пенсии для граждан, ухаживающих за пенсионерами и инвалидами первой группы. Какой размер индексации, возраст и сроки. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия, в студии Майя Хамдохова. Сегодня на базе Северокавказской государственной академии открылся первый в республике военный учебный центр. Участие в торжественном мероприятии принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности в сюжете у Артура Мхце. Идея открытия в Карачаево-Черкесии военного учебного центра на базе одного из вузов республики существовала давно, но лишь пару лет назад она приобрела для региона реальные очертания. В декабре 2022 председателем правительства России Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о создании 16 военных учебных центров при государственных вузах. В этот список вошла и Северокавказская государственная академия. Приезжавшая год назад в республику группа сенаторов, курирующих в том числе и военно-патриотическое направление, еще раз подтвердила заинтересованность в дополнительном обучении студентам военным специальностям. Стоит отметить, что создание в Карачаево-Черкесии военного учебного центра стало совместным решением руководителей республики и вуза, которое в Минобороны полностью поддержали. Официальное открытие центра началось с возложения цветов к мемориальному сооружению с именами воспитанников академии, погибших в ходе специальной военной операции. Далее перед студентами и курсантами вуза выступил Рашид Тимрезов. Поздравляю вас с официальным открытием центра и началом первого учебного года в его истории. Отмечу, что в первую очередь открытие военного учебного центра отвечает задачам, поставленным нашим национальным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по патриотическому воспитанию молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников отечества, которым был и остается в нашей памяти герой России Канамат Баташев. Теперь у студентов академии появилась возможность на добровольной основе осваивать воинские специальности, а впоследствии получить наряду с дипломом и военный билет. После торжественного открытия центра почетные гости постили учебные классы, убедились в качестве материально-технического обеспечения. Наработан определенный методический материал, сейчас материально-техническое обеспечение учебного процесса, и у нас поставлено хорошую ногу, в принципе, получены все виды стрелкового вооружения, которые находятся на стрелковых подразделениях. За исключением ждем поставку военной техники. Ну, это начнется уже со второго курса обучения у них, поэтому у нас время еще есть. А база уже подготовлена, то есть ангары для размещения учебной аудитории подготовлены. И, в принципе, у нас уже проведены первые занятия. Направление подготовки. Это мотострелковая составляющая в первую очередь. Первый взвод мы уже набрали, это будут ребята учиться два года, сержанты-старшины. Мы обратились с предложением рассмотреть возможность подготовки военных медиков, не просто офицеров запаса, которых мы планировали готовить, в том числе на базе военного центра, но и кадровых военных медиков. С учетом того, что три вуза в стране готовят такое направление подготовки, их не совсем хватает. Одним из тех, кто теперь обучается в военной специальности, студент мединститута Николай Корниенко. Дело в том, что я всю жизнь хотел стать военным врачом, и это была мечта всего моего детства. И когда я поступил в медицинскую академию, я услышал, что планируется открыть военный учебный центр. И, естественно, я, недолго думая, сразу же решил собирать документы и поступать сюда, чтобы получить дополнительное военное образование, ну и чтобы осуществить свою мечту. Руководителем учебного центра при академии является родной брат Канамата Баташева Мурадин, который рассказал, каким критерием должны соответствовать будущие курсанты. Первое условие – это возрастные ограничения, не старше 35 лет. Следующее – он, так как мы готовим военнослужащих запаса, необходимо, что он поступил в один из институтов нашей академии, чтобы уже учился на первом курсе института. После зимней сессии, то есть окончания первого симметра, мы весной среди первокурсиков начинаем отбор. Отбор осуществляется по трём критериям – подтягивания, стометровка и три километра. Оказаться в числе курсантов центра могут только те, кто успешно выполнил все нормативы, а также хорошо учиться по основной специальности. Впрочем, если с первой попытки поступить не получилось, у кандидата есть ещё одна. Главное – выполнить работу над ошибками и всё-таки преодолеть необходимый барьер. В скором времени в военном учебном центре планируется дополнительный набор групп, а среди педагогов – опытные наставники кадровые офицеры, в том числе из регионального управления Росгвардии. Артур Мухцеллибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Диалог по-честному. В роли главного респондента – глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов, а активисты и лидеры движения первых в позиции вопрошающих. В ходе доверительной беседы они узнали, какая историческая личность ближе по духу к главе республики. Какой суперспособностью он хотел бы обладать, если бы была такая возможность. Какие у него профессиональные цели. Вопросов было много, ответы не заставили себя ждать. Фатима Даурова подробнее. Встреча Рашида Темрезова с самыми первыми в республике в этот раз носила информационно-познавательный характер. Лидеры движения со всех районов и городов Карачаева-Черкесии рассказали главе о своих победах, участии в различных региональных и всероссийских проектах и конкурсах, планах на будущее. Он поддержал новые идеи ребят, а также поделился своими впечатлениями. Вы гораздо тоньше чувствуете и понимаете, что сегодня нужно для развития детей, не только в образовании, культуре, спорте, творчестве, во всех начинаниях. И здесь, конечно, тем, пусть коллеги на меня не обижаются, чем каким-то методическим рекомендациям следовать. Лучше послушать то, что сегодня детей больше всего интересует. За время существования движения у них накопился внушительный список того, чем хотелось бы поделиться. Это и рост количества участников. Их сейчас 13 тысяч в республике. Первые победы и промахи – реализованные проекты. У нас 278 первичных отделений, а первичные отделения у нас открываются как на базе дошкольных учреждений, как на базе школьных учреждений, СПО, вузы, также музеи. И наши национальные организации тоже к нам подключаются, что немаловажно. Активисты смело и открыто делились идеями. И такой настрой продолжился уже в более неофициальной части, когда участники встречи перешли к беседе с главой. Кстати, формат дружеского общения предложил сам Рашид Тимрезов, призывая молодых собеседников быть предельно раскрепощенными. Добрый день. Меня зовут Бача Махмад. Я студент Северо-Кавказской государственной академии. И у меня к вам такой вопрос. Какую суперспособность вы бы хотели обладать? Наверное, сегодня увидеть то, как наша республика, наша страна будет все лучше и краше. Сегодня это увидеть. А я уверен, что я это обязательно увижу вместе с вами. Добрый день. Меня зовут Катова Диана. Я учница средней общевызывательной школы, а обе сильней. У меня такой вопрос. Если бы у вас было возможно встретиться с каким-то человеком в истории, кто бы это был и о чем бы вы поговорили? Мне, конечно, было бы интересно, наверное, если так гипотетически рассуждать, пообщаться с Петром Первым. Потому что человек, который это первый император нашего государства, человек, который очень много привнес, не побоялся, не постеснялся привлекать все самое лучшее на то, что есть в мировой европейской практике. Что бы вы хотели, чтобы о вас помнили через 50 лет? Конечно, хотелось бы, чтобы добрым словом вспоминали. Но, надеюсь, что 50 лет проживу. Вместе с вами буду радоваться вашим успехам, вашим победам во всем. Вы же первые. И через 50 лет об этом поговорим с тобой мы. Рашид Темрезов слушал их и отвечал на все вопросы. И что особенно ценно, разговаривал с ребятами на равных, без скидок на возраст и опыт. Рекомендации давал четкие и рабочие. Не бояться критики и завистников, не пасовать перед трудностями, смело идти к своей цели. Ярким моментом встречи стало вступление лидера республики в должность главного наставника движения первых в регионе. Быть с Россией. Быть в России. Быть человеком. Быть человеком. Быть вместе. Быть вместе. Быть в движении. Быть в движении. Быть первым. Быть первым. После такой теплой и заряженной на победы и свершения встречи, ребята готовы свернуть горы и стать лучшими не только в республике, но и в стране. Очень классно, потому что Рожид Борис Пивич – это высшее лицо нашей республики. И пообщаться с ним было для нас огромным опытом. Фатима Дорова, Ринат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия. Из Карачаево-Черкесии отправилась очередная группа людей, заключивших контракты с Министерством обороны России. О том, какие выплаты полагаются гражданам, нам рассказали в военкомате Черкеска. Артур Мхце подробнее. И таково мнение подавляющего большинства людей, которые только что заключили контракты с Министерством обороны России и через считанные часы должны были отправиться в учебный центр. 12 человек уезжают в учебный центр. Они там будут находиться от 14 до 20 дней и будут проходить подготовку. Потом они будут перенаправлены по частям. Единовременно выплата для заключивших в Карачаево-Черкесии контракт с оборонным ведомством составляет 2 миллиона рублей. В том числе 1 миллион 600 тысяч от главы республики и 400 тысяч федеральная выплата. Денежное довольствие от 210 до 260 тысяч. Надбавки зависят от занимаемой должности. В военкомате рассказали, куда можно обратиться, чтобы поступить на службу по контракту. Необходимо обратиться в любой из наших пунктов. Они находятся в Черкесске, в Адыгихабле, в Прикубанском районе, в Карачаевском, Малокарачаевском районе. В любой из пунктов по месту проживания практически приходят. Там у нас есть инструктора, они обо всем проконсультируют, скажут, какой пакет документов собрать. После этого кандидат приезжает в региональную столицу, здесь пакет документов перепроверяется, при необходимости собираются дополнительные бумаги. Решение принимается в течение одной недели. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Продолжаем выпуск. На территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа проходит многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» по велосипедному спорту на шоссе. Сегодня участники велогонки приехали в Карачаево-Черкесию. Яркое мероприятие прошло на площади имени Ленина Черкеска. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство, выполняя экстремальные прыжки. Велогонки способствуют хорошей дороге, уникальный горный рельеф. Нет никаких сомнений, что она станет не только замечательным спортивным праздником, но и даст новый импульс в развитии велоспорта, отметили организаторы. Стартовала велогонка в Майкопе, а финиширует в Грозном 20 сентября. Общая протяженность этапов составит 1509 километров. Подробный репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске Вестей. С 2025 года отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов первой группы в размере 1200 рублей. На сегодняшний день выплаты получают порядка 17 тысяч жителей Карачаева-Черкесии. Надбавка ежегодно будет индексироваться вместе с пенсией в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. На сегодняшний день выплаты в размере 1200 рублей получают порядка 17 тысяч жителей республики. Это люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы или пенсионерами, достигшими возраста 70 лет. Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами первой группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам Карачаева-Черкесии никуда обращаться для этого не нужно. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, не потребуется, пояснил управляющий отделением социального фонда республики Аслан Озов. Недавно в России отметили День ветеринарного работника. О новшествах в ветеринарной науке, о ветеринарных специальностях и о многом другом в интервью нашему корреспонденту Белле Джозаевой рассказал известный ветеринарный врач Руслан Батчаев. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok